Так, по просьбе многих я попробую сейчас записать ролик, так как я это делал раньше на велосипеде. Так, Дмитрий Бродский попросил меня записать ролик про Лисчейн. Ну, спрашивал, значит, я еду по велосипедной дорожке в Санта-Монике. Проеду мимо Венес-Бич, вот. Ну, потом заеду в район, который называется Марина Далай. Это район, где построены искусственные каналы, стоянки для яхт. Такой симпатичный район. Так, Лисчейн. Лисчейн не принадлежит тем десяти ангрессменам, которые голосовали за эпичную правду. То есть, не проявили какой-то солидарности со своей партией. Десять конгрессменов от республиканской партии. Вот, из этих десяти четверо больше не участвуют в выборах и хотят. А четверо не прошли агресс. То есть, отбор. Перед тем, как участвовать в выборах, республиканская партия проверяет рейтинг, как будто из-за этого их кандидата голосовать люди. Ну вот, эти четверо не прошли. Не прошла Лисчейн в военном гене. У нас собрала всего треть голосов избирателей. Две трети. Другой кандидата республиканской партии собрал. Тоже женщина. В американцам есть такая пословица. Betrayal doesn't pay. Предательство невыгодно. Нет, они не приносят прибыль. Нет, тоже не точно. Но вспомню. Переведу. Вот. И... Вот это хорошая иллюстрация. Все эти десять конгрессменов от республиканской партии, они, естественно, были поддержаны демократической партией. Часть из них написали книги. Это такая форма здесь. Материальная поддержка. Человек пишет книгу. Платит какой-нибудь там безумный гонорар. Сейчас Барак Обама. Книги продаются за 30 центов. Гонорар, который он получил, измерялся миллион. Считается, что издательство таким образом подняло свой рейтинг. Ну, есть те, кто считает, что это форма оплаты услуг. Вот. Некоторые, да, написали книги. Каждая из которых называлась... Видимо. Как я предавал Трампу. Как я успешно предавал Трампу. Вот. А... Трамп выступил по этому поводу, когда выяснилось, что в военном, в родном для лечения военном, избирателя, сторонники республиканской партии ее не поддержали, он поблагодарил избирателей. Сказал, что они правильно сделали, что прекратили карьеру этого конгрессмена, этой конгрессменши. Вот впереди у нас, кстати говоря, начинается Венес Бич. Фриватическое такое, по-американски понятие, место. Раньше здесь. Еще до того, как травка была разрешена в Телефоне, здесь можно было ее приобрести как лекарство. продавалось вместе со справкой. Ну, то есть формальность надо было выполнить. Подойти к доктору, сказать ему, что плохо сплю, нужна травка. После этого можно было покупать. Вот теперь этой формальности нету. Трава легализована. Кроме, другие наркотики пока не легализованы. Вообще, трава марихуана не считается наркотиком. Хотя, я много раз видел вот этих людей, которые постоянно марихуану принимают. У них какое-то торможение все-таки происходит. Они, очевидно, глупее. Вот. Пока все. Так вот...